Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос у человека по поводу работы. По мнению автора вопроса, ей не везёт с работой, никак не может её найти. Вот, отовсюду увольняется, то есть, ну, находит работу и увольняется с неё по разным причинам. Вот, где-то не нравится сама работа, где-то не нравится атмосфера на работе, где-то не нравятся отношения сотрудников, где-то просто тяжело и так далее. И, соответственно, спрашивает человека о том, что она делает не так, ну, что она делает не так, почему вот не получается, как бы, на работе, значит, ну, как бы, задержаться, так скажем. Вот, и, соответственно, говорит она оторвопрос о том также, что когда не работают, чувствуют себя неполноценно. Вот, и что сейчас ей дают деньги на лечение родителям. То есть, как бы, она сейчас болеет. Вот. Значит, о чём хочется сказать. Проблема заключается, на мой взгляд, в том, что вы какое-то явно особое значение придаёте работе. Да, это проистекает, в частности, от того, что вы чувствуете себя неполноценно. Дело в том, что, когда человек чувствует себя неполноценно, да, он пытается найти какие-то вот способы для того, чтобы это компенсировать. Но, как бы, это странно, возможно, не звучало, да. Момент здесь в том, что комплекс, ну, вот, например, в данном случае комплекс, связанный именно с неполноценностью, когда я не работаю, не решается путём поиска работы. Дело в том, что в основе комплекса лежит поведенческая модель по доказыванию чего-то. То есть, в данном случае, если я не полноценный, я должна доказать, что я полноценный. Когда человек доказывает, что он полноценен, ну, пытается это сделать, он ищет всё время какой-то идеальный вариант и его не находит, потому что всё время пытается достичь какой-то вершины. А это вершины является недосягаемой, потому что комплекс находится только у человека в голове, вот, и, соответственно, является вымышленным. Мне кажется, что первым шагом к решению проблемы стало бы такое вот отвязывание своей полноценности от работы. Это первое. Второе, второе, это всё-таки поиск себя. То есть, ну, понимание какое-то того, да, что вы хотите делать, чем вы хотите заниматься, чему вы хотите себя посвятить, посвятить. Потому что если вы не понимаете чётко, чему вы хотите себя посвятить, да, если вы работу воспринимаете вот таким образом, каким вы её воспринимаете, то работа для вас является, к сожалению, больше средством для, там, опять же, доказательства чего-либо, нежели чем, собственно, реализация. То есть, ответьте себе на вопрос честно, для чего вам нужна работа. Одно дело, если вы работаете, чтобы заработать деньги, тогда вы ориентируетесь на вопрос, ну, на денежный вопрос. Другое дело, если вы работаете для того, чтобы реализоваться, это, соответственно, немножко, немножко другое. Ещё один аспект касается, там, например, ну, реализации какого-то потенциала, какого-то интереса и так далее. То есть, тут тоже есть вот свои нюансы, на которые, как мне кажется, нужно обратить ваше внимание. Поэтому, как вы, я надеюсь, видите, не всё так однозначно и не всё так, скажем, просто. Ну, вот, в данном конкретном случае. Вот, да, нужен анализ, безусловно, вашего поведения, то есть вы описываете разные истории, вы описываете, ну, разные, как бы, ну, ситуации вы описываете. Достаточно разные, достаточно, ну, внешне кажется, что не, ну, такие вот, знаете, нетипичные, вот, но в основе лежит, конечно, именно, вот, какой-то конфликт внутренний. Я бы даже сказал, что он человек, который, вот, придаёт такое значение работе, да, ну, просто, вот, человек, который, так вот, может быть, много думает, там, о работе и так далее. Я бы сказал, что он, такой человек, не очень-то, вообще-то, хочет работать. Я бы сказал, что такой человек больше к работе относится, вот, ну, скорее, знаете, как, негативно, может быть. И у него нет такого, прямо, желания работать с этой глубиной души, вам, скорее всего, работа тягость. И вот то, как вы относитесь, например, к работе, да, то, как вы её воспринимаете, например, да, тоже здесь может быть довольно серьёзной, ну, проблемой, потому что вам может быть просто элементарно, например, ну, как-то вот, тяжело, ну, сталкиваться, тяжело сталкиваться с, ну, например, с необходимостью работать, вот, вам тяжело сталкиваться с этим, вот, именно по, именно по той причине, допустим, что вы слишком, вот, много, ну, придаёте, придаёте этому значение, вот. То есть я бы сказал, что значение вот этому, ну, можно, можно и нужно, что-то, придавать как-то, вот, поменьше, по крайней мере, ну, по крайней мере, стараться этому, придавать значение меньше, чем вы, например, придаёте этому значение, допустим, сейчас, да, потому что сейчас вы значение этому продаёте слишком много, но нужно сказать, что, ну, вряд ли, вряд ли вы можете это сделать по-другому, то есть вряд ли сейчас вы можете по-другому, как-то, ну, действовать, вот, потому что, опять же, ну, вас это волнует, вас это беспокоит, и, естественно, вот, вы, ну, не можете просто-напросто иначе, вот, если это, это абсолютно нормальная, как мне кажется, история, вот, поэтому комплекс неполноценностей, который у вас есть, вот, лежит в основе того, что вы чувствуете, лежит в основе того, что вы ощущаете, и, конечно, как бы в этом смысле вам, ну, весьма и весьма тяжело, в этом смысле вам весьма и весьма некомфортно, и мне кажется, что это тот момент, который вам нужно решать уже со специалистом, да, с, ну, вот, с психологом, вот, и, соответственно, решать свои внутренние проблемы, вот. Также, вот, есть, какой здесь есть аспект, еще, на мой взгляд, важный, да, аспект, это аспект, того, как мне кажется, что вы здесь игнорируете свою ответственность, то есть, вас много, достаточно, есть, там, в тексте, какого-то, вот, упоминания, какого-то упоминания, о том, что мне пришлось, что я, там, ну, вот, меня заставили, да, и так далее. И, поймите правильно, то, что вовне, ну, вовне, действительно, ну, действительно может быть, что-то вот такое, да, вовне, действительно могут быть, ну, могут быть, ну, подобные элементы, вот, это правда. Но, на мой взгляд, важно, конечно, понимать и свою ответственность и свой, вот, свой какой-то, ну, свой какой-то, ответственность, вот, поэтому, поэтому оформление и замечание своей ответственности, то есть, своей личной ответственности, который есть, вот, только у вас, было бы очень кстати, очень кстати и было бы очень, ну, полезно в данном ключе, в данном аспекте. Вот, ну, на мой, по крайней мере, взгляд, да. Я не думаю, что есть, знаете, что-то такое вот конкретное, что вы делаете не так, я думаю, что в смысле, в смысле вашей, ну, какой-то модели поведения, в смысле вашей модели поведения, вы делаете все верно, в том смысле, что, ну, вряд ли вы, прямо-таки, вот, можете действовать иначе, да, вряд ли, я сильно в этом сомневался. И я бы сказал, что в какой-то степени это даже хорошо, я бы даже сказал, вот, в какой-то степени, что это даже здорово, что не можете вы действовать по-другому, потому что в этом вы естественны, в этом вы живёте сами собой. Но, поскольку вас это не устраивает, да, то, соответственно, можно и нужно это, ну, корректировать, можно и нужно с этим разбираться, можно и нужно, как-то это вот менять, да, вот, поэтому здесь момент именно касается, на мой взгляд, значит, ну, решения ваших, вот, ваших, вот, собственных, трудностей, решения ваших, ну, собственных проблем, которые у вас есть, вот. И это вопрос психотерапии, поэтому я рекомендую вам в данном, в данном конкретном случае именно её, то есть психотерапию, вот. Считаю, что вам нужно идти этой психотерапией заняться, вот, начать, уделять время себе. Вам, конечно, конечно же нужно, и, ну, заниматься своим здоровьем, да, то есть, ну, поправить своё здоровье, вот, если оно вас, ну, как бы, беспокоит, потому что понятно, что если вас тревожит ваше здоровье, если оно влияет как-то на, ну, на вашу вот модель поведения, то, конечно, вам в этом смысле будет тоже тяжело. Вот. И ещё один момент, на который я хотел бы обратить внимание, то, что у меня появилось ощущение, что вначале деятельности, вначале той деятельности, которую вы занимаетесь, вы пытаетесь, как будто вы, выслуж... выслужен, вот. Ну, на мой взгляд, мне так показалось, я могу ошибаться, могу. Непросто-непросто, мне показалось, что вы пытаетесь выслуживаться. Вы пытаетесь, там, максимально всё, ну, как бы на себе обратить, вот. Эти деяния хорошая, потому что вы занимаете много сил с одной стороны, это деяния очень хорошая, потому что вы устаёте, это деяния очень хорошая, потому что нарушаются, условно говоря, ваши личные границы таким образом. Это вот вопрос, в том числе еще и личную свою границу ваших, чтобы вы занимались еще и личными границами. Научиться, опять же, да, научиться личным границам можно, работая с психологом, это не так, в принципе, сложно, хотя каких-то усилий от вас это все-таки так или иначе потребуют, вот, ну, то есть, вот в том смысле, что потребуется время, чтобы, во-первых, определиться с теми личными границами, которые подойдут личного, потому что, ну, личные границы, как бы, в этом смысле, в этом смысле могут быть разными. Да, да, именно, именно, вот, разными они могут быть, эти границы, и важно, вот, вам найти, именно, вот, ну, именно, свои, так сказать, такую форму, которая бы устраивала, в этом смысле, у вас по возможности мультина, вот. Это то, что, ну, вот, самостоятельно, да, сделать вы, возможно, не сможете. Что ж, именно в силу того, что находитесь, вот, у вас, ну, вот, своей такой парадикой. На этом все, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.